23 февраля в России отмечают День защитника Отечества, а 15-го – День памяти воинов-интернационалистов. В холдинге «Промагра» трудится 932 мужчины, прошедших срочную службу в рядах вооруженных сил. В разное время в горячих точках службу прошли 15 работников компании. Большинство из них награждены боевыми наградами и не раз становились героями наших сюжетов. В мирной жизни они профессионально выполняют служебный долг. Виктор Васильевич Чехин трудится в транспортной компании «Промагра». Полтора года назад после переезда из Благовещенска пришел работать водителем. Виктор Чехин – афганец. Это слово в нашей стране приобрело особый смысл. Война в Афганистане кровавая рана и прошла через судьбу целого поколения. Реальный бой, да, миномет с подноса 82-мм миномета. Вот это я, когда мин выстрелы, уши затыкаю, чтобы ударной волной перепонки не повлетали. В 80-м 11-класснику Вите Чехину предложили целевое направление Благовещенский пединститут на факультет физкультуры и спорта. 17-летний штангист, мастер спорта по тяжелой атлетике, своими победами прославил родной город на весь Дальний Восток. Однако на тот момент в педагогическом вузе не было военной кафедры. Это и предопределило дальнейшую судьбу юноши. И пошел в Дальневосточное высшее общественное командное училище, которое с успехом завершил, закончил в 85-м году. Написал рапорт в Афганистан, фильм «Девятая рота» 1.1. Вот такая же учебка была. «Опять уходим в бой в объятия смерти. Письмо домой успел я написать. Я знаю, что вернусь, и вы мне верьте. Поверьте, что мне рано умирать». Из 118 выпускников Дальневосточного высшего общевоискового командного училища имени маршала Советского Союза Рокоссовского, 70 отправились в Афган добровольно. Молодые лейтенанты командовали взводами солдат-срочников. Офицеры были не намного старше своих подчиненных. «Я был подготовленный человек. Мальчишки, которые пришли 18-летние, у солдатики, им было сложнее. Во-первых, я спортсмен подготовленный. Во-вторых, закончил 4 года военноучилища. Где-то мы бегали, прыгали, что только не делали. Потом уже на 25 лет выпуска узнали, что у нас был какой-то специальный выпуск, по специальной программе у нас готовили. Два раза московскую какую-то проверку сдавали по физплатовке, мощнейшую. Ну там просто нас гоняли так, что... Так сейчас никого не гоняют, сейчас они не спят после обеда». Лето 1986 года. Кандагар. Самое настоящее пекло в прямом и переносном смысле. Погибнуть можно было как от душманских пуль, так и от смертельной жары. Правила «война войной», обед по расписанию здесь выполнялось строго. «В Кандагаре было 70 градусов. Самая горячая точка, самая жаркая точка в мире. Не Сахара, пустыня, не пустыня Каракум, а пустыня Регистан. Это юг Кандагара. Официальный перерыв на обед был. Войны не было с 12 до 4. Все лежали, и душманы, и наши, все под броней лежат. Простынями мокрыми накроются и отдыхают. Невозможно было. Как можно, когда 70 градусов, ты в сауне находишься, что-то еще делать. Отдохнули и пошли дальше там все дело делать. Подъем был раньше, отбой был позже». Главная задача, которую командир взвода Чехин ставил солдатам – выжить, чтобы вернуться домой. «Всех ждали дома. Когда сдачу ставишь, и не шучу, солдаты ставят, ставишь задачу, и выходим завтра в бой. Кто-то может не вернуться. Все прекрасно знают, что кто-то может не вернуться. Но все хотели, конечно, вернуться. Все хотели выжить, все хотели домой. Всех ждали мамы. Еще солдатики были, все еще холостые, естественно. Мы очень холостые были. Всех мамки ждали». 27 лет в вооруженных силах. В отставку вышел 10 лет назад. Но парадный китель и сегодня в пору. В нем Виктор Чехин пойдет навстречу воинов-интернационалистов. О наградах рассказывает скупо. Самая дорогая – Орден Красной Звезды. «Бой был. Уезд Даман, Кишлак, Казахи-Суфла. Как сейчас помню, в Мирбазар погибли солдатики у нас. И я вывозил раненых. Значит, первая машина ехала впереди. Отстреливались. Ну и наградили». Подполковник в отставке и сегодня в отличной физической форме. Со штангой не расстается всю жизнь. Любимое упражнение – рывок. Эффективно развивает взрывную силу и повышает выносливость. Впрочем, вся жизнь Виктора Чехина и есть рывок к победе и добру. «Утрамка – это очень полезное управление. Очень полезное. Называется рывок. Рывок. Очень полезное». Оператор обвалки мясоперерабатывающего завода «Промагра» Алексей Яковенко крещение огнем прошел в Чечне в 99-м. Домой солдат-срочник вернулся спустя год, в феврале 2000-го, после операции по освобождению Грозного. «Война научила быть честным, радоваться каждому дню и ценить дружбу. Со многими из армейских друзей Алексей Яковенко до сих пор поддерживает связь. Его коллега по цеху Вячеслав Косарев в Чечне служил по контракту в 2003-м. «Годы молодые. Побоевать хотелось. Себя показать, я не знаю. Каждый мальчик, мужчина, он хочет все равно с автоматом побегать. 29-й отряд специально назначаем, он был, называется. Командир отделения рандометного взвода. АГС-17. Ну, по Чечне и всю ее объездил. Как бы на месте ни сидели, зачистки вот эти все». Прошли годы, но события тех дней до сих пор живы в памяти. «Колонна шла, радиоуправляемый фугас стоял. Мы сидели в гроне Урале. И следующий уже проезжал БТР. И вот сработал фугас. Ну, слава Богу, кто не пострадал. Чуть-чуть пулеметчика посекло. Команда северо-сыпную, круговую оборону приняли». Сегодня Вячеслав достойно трудится на предприятии. Воспитывает троих сыновей. Мужчина надеется, что его дети будут служить в мирное время. В убойном цехе мясоперерабатывающего завода свой герой-интернационалист, боец скота Алексей Исламов. «Служил в Чечне, в Моздоке. Я водитель. Машина «Допомощь» называлась. Если где-то что-то сломалось, там транспорт, буксировка. Короче, «Допомощь». Вспоминать о войне Алексей не любит, но ни о чем не жалеет. Сегодня на Кавказе мирная жизнь. В этом есть и его заслуга. «Сейчас только понимаешь, когда уже время много прошло, и осознаешь все. И смысл вообще все. Все по-другому воспринимаешь. И грозно смотришь новости. И ты же видел, что там было. И что сейчас. Красиво, да, город, процент. Героев нашей программы на предприятии ценят как ответственных исполнительных тружеников. Армейская закалка помогает в работе. На таких людей всегда можно положиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова